Добрый день! В эфире «Итоги недели» программа об актуальных и политических событиях на канале КНЕС. С вами сегодня Дина Марголина. Здравствуйте! Новости с полей сражения между юрисконсультом правительства и министром Бенгвером. Очередная попытка примирения со стороны президента Герцога и политические опросы с неожиданными результатами. Политические итоги недели мы подведем с политологом Ариком Эльманом. Визит в Израиль сына свергнутого иранского шаха назвали историческим. Зачем Израилю делать публичными свои связи с гонимым лидером иранской оппозиции? Об этом мы спросим у Владимира Мисамеда, востоковеда из Еврейского университета. Скандал вокруг мошенничества с очередями в МВД. Что происходит с израильскими госуслугами и в чем кроется истинная проблема? Об этом мы поговорим с руководителем организации «Наши люди», которая помогает новым репатриантам. Новый закон о всеобщем призыве уже назвали в оппозиции сломом принципа народной армии. О том, что мешает либеральным политикам и общественным деятелям в этом законе, мы спросим Катю Купчик, представителя движения «Свободный Израиль». Все это в нашей программе прямо сейчас. Уходящая неделя, на первый взгляд, может показаться достаточно спокойной с точки зрения политических распри. Однако спокойствие это, скорее всего, является затишьем перед бурей. Конфликт министра национальной безопасности Тамара Бенгвера и премьер-министра Нетаньягу углубляется. А также затяжная конфронтация между коалицией и юрисконсультом правительства Гали Баара Авмиара становится все более открытой. Кроме того, последние опросы указывают на возможные любопытные изменения в общественном мнении. Эти и другие темы мы обсудим с политологом Ариком Эльманом. Он сегодня в нашей студии. Добрый день, Арик. Добрый день. Итак, давайте начнем с тех проблем, которые, возможно, начали возникать между... То есть, они начали возникать давно, но, может быть, они усугубляются между Бенгвером и Нетаньягу. Все это вызвано решением Нетаньягу закрыть доступ на Храмовую гору до конца Рамадана. Бенгвер очень недоволен. Он недоволен, но он понимает, что это не та тема, вокруг которой он может позволить себе развалить правительство уже сейчас. У Бенгвера есть более конкретная проблема. И она отражается в вопросах. Бенгвер не в состоянии пока, как минимум, реализовать те обещания, с которыми он рвался на пост министра, то, что сейчас называется национальной безопасности, но, говоря простым языком, ответственного за действия израильской полиции. И на этом этапе у него пока результатов нет. Происходит ли это потому, что он новый человек на министерском посту и не может найти общий язык с профессиональными структурами в министерстве и в полиции? Происходит ли это потому, как он утверждает... Какое самое главное обещание, которое для него совершенно необходимо? Бенгвер обещал бороться с преступностью на юге, бороться с преступностью в арабском секторе, гарантировать, что не будет повторения событий 2021 года в городах со смешанным населением в случае нового конфликта. Все это пока еще далеко от реализации. Что ему мешает? Ну, помимо того, что началась его карьера с испорченных отношений со всей верхушкой полиции, об этом мы тоже сейчас поговорим, что еще мешает Бенгверу реализовать, собственно, свои планы? Надо сказать, что главная помеха на этом этапе, это, в общем-то, коалиция создала сама себе, когда она решила сфокусироваться на юридической реформе. Та, в свою очередь, повлекла массовые, беспрецедентные уличные протесты, которые потребовали концентрации внимания полиции, которая значительной частью руководства оказалась не способна ответить на эту, решить эту задачу, обеспечить одновременно свободу передвижения гражданам и свободу волеизъявления других граждан. Это вызвало, в свою очередь, критику и недовольство, и все это сегодня крутится вокруг этой проблемы. Мы время от времени вспоминаем, что у нас есть насилие в семье, что у нас женщины убивают в семье, что у нас в арабском секторе более 50 трупов накопилось уже с начала года, что на юге тоже продолжается беспредел и крат же сельскохозяйственное имущество. Но это все отступает на задний план, когда главная оценка, которую общество дает полиции, как общество, поддерживающее реформу, так и общество, протививающееся реформу, это как полиция действует во время тех демонстраций или других демонстраций. И, конечно же, весь этот конфликт вокруг смещения руководителя полиции Тель-Авивского органа, связан именно с этим, который тоже влияет на способность Бенгвира управлять своим министерством и производит впечатление, что порядка нет, а есть хаос. Эту тему мы тоже сейчас обсудим. У меня вопрос такой. Очевидно, что неспособность реализовать свои обещания в первую очередь ударяет по электоральному весу Бенгвира, и понятно, что это его беспокоит. Но является ли это также проблемой для Бенгвира в его отношениях с Натани Ягу, если его политическая сила ослабевает, что это говорит премьер-министру? Ну, скажем так, для Натани Ягу опросы, которые заставляют Бенгвира балансировать вокруг электорального барьера, они, конечно же, признак того, что с Бенгвиром можно разговаривать более жестко. Давайте напомним, что по последнему опросу четыре мандата. Ну, четыре мандата это не очень хорошо для человека, который по итогам минувших ноября выборов считался глашатом протестного электората, человеком, который, так сказать, харизма которого обеспечила 14 мандатов объединенному национально-религиозному списку. Это все понятно. И понятно, что Натани Ягу, человек, который очень прагматически оценивает свои возможности перетягивать канат с теми или иными коалиционными партнерами, в данный момент, конечно, рассматривает Бенгвира как, в определенном смысле, слабое звено, на которое можно до определенного момента оказывать давление. И он не рискнет покинуть правительство, потому что он знает, что его электорат не хочет, чтобы он развалил правительство и повел страну на досрочные выборы. Он хочет, чтобы Бенгвир начал выполнять свои обещания. То есть происходит такое перетягивание каната, Натани Ягу каждый раз пытается понять, насколько еще он может оттянуть на себя, и, в общем, пока что можно сказать, что он выигрывает в этом. Это как бы еще не тотальная какая-то война, но это такая... Натани Ягу выиграл дважды. Натани Ягу выиграл, когда он убедил Бенгвира обменять продолжение реформы на создание национальной гвардии. Он выиграл, когда он закрыл Крамовую гору, несмотря на протесты Бенгвира, и зная также, что Бенгвир выступит с этими протестами. Но это все, конечно, выигрыш краткосрочный. Сейчас приближается наиболее критический момент утверждения государственного бюджета, включая критические обещания Бенгвира во всем, что касается повышения финансирования израильской полиции и отдельного выделения финансирования на национальную гвардию. Потому что Бенгвир обещал, что национальная гвардия не будет создана за счет полиции. Кстати, не является ли это палкой в колесо, которое Бенгвир сам себе вставляет, потому что на эту гвардию нужны будут деньги? А он обещал деньги полиции. Бенгвир утверждает, что денег, дополнительных, которых он добился, должно хватить и на повышение зарплаты полицейским. Это его главное обещание, так сказать, полиции. И на развитие и укрепление тех структур полиции, которые должны заниматься безопасностью граждан, и на создание национальной гвардии. Для этого ему нужно сотрудничество как со стороны специально Смотрича. Тут тоже надо сказать, они шли на выборы вместе, но сейчас в нынешней политической конъюнктуре, вне всякого сомнения, Смотрич и Бенгвир конкуренты. Смотрич не очень страдает, глядя на то, как, например, если голоса Бенгвира будут возвращаться к нему. То есть союзники Бенгвира тоже неизвестно, насколько еще союзники. У нас просто осталось чуть меньше минуты. Какой ваш прогноз на этот раунд между Нейтаньяу и Бенгвиром во всем, что касается бюджета? И что произойдет, если он проигрывает? Я думаю, что бюджет будет утвержден, Бенгвир будет добиваться своего. Компромисс какой-то будет найден, вряд ли он получит максимум. Тем не менее понятно, что коалиция бюджета проведет. Что произойдет дальше, уже будет связано как с способностью Бенгвира реализовывать свои обещания, так и с динамикой юридической системы. Это еще не та точка, на которой может распасться правительство. Еще нет. Арик Эльман, наш политолог, спасибо большое за участие в нашей программе. Необычный визит состоялся в Израиле на уходящей неделе. Наследник династии Пихлеви, сын сверженного Исламской революции в 1979 году, Шаха впервые посетил нашу страну. Реза Кир Пихлеви встретился с премьер-министром Натаньягу, с министрами в правительстве, принял участие в церемонии памяти жертв катастрофы в Ядвашеме, в общем, выполнил насыщенную дипломатическую программу. О том, что стоит за визитом одного из самых видных лидеров иранской оппозиции, мы поговорим с Владимиром Мисамедом, востоковедом Еврейского университета. Владимир, добрый день. Добрый день. Ну, первый вопрос, в первую очередь. Не могли бы вы нам вкратце вообще дать такую, как сказать, справку о том, что это за фигура, какое она имеет значение? Известно, что проживает он уже много лет в Париже, но каким является его политический вес? И что еще интересного в этой фигуре, в общем, политической фигуре, конечно? Ну, это, во-первых, старший сын покойного шаха Ирана. То есть он, в принципе, кронпринц. То есть он будет шахом, если будет возобновлена династия. Но он уже много лет проживает, правда, не во Франции, а в Соединенных Штатах. И является там вот как раз в американской общине выходцев из Ирана, а там громадное сообщество, примерно, ну, 4-4,5 миллиона человек выходцев из Ирана, которые бежали в Соединенные Штаты, вообще бежали, так сказать, по миру, там много очень в Европе, после победы там исламской революции. Он очень политически активен. Ему 62 года. Вот он очень политически активен. Последние годы его рассматривают как самого такого, во-первых, самого политически уважаемого руководителя иранской оппозиции. Оппозиции, причем по всему миру, потому что оппозиция очень многочисленная, она очень, как бы, разнообразна, потому что есть очень много политических партий. Он не олицетворяет собой ни одной из партий, он стоит как бы над схваткой. И поэтому, особенно в последние годы, он сам позиционирует себя в качестве руководителя оппозиции. И, собственно говоря, в последние вот несколько лет, можно так сказать, в течение последнего года, когда в Иране очень грозные такие события, которые называют даже часто в оппозиционной печати пресс, называют революцией, так вот он стал действительно такой фигурой, возвышающейся над всеми. У него самый большой политический вес. И он дает очень много интервью, в которых заявляет, что он хочет определенным образом вокруг себя сплотить оппозиции, которые много, причем сплотить оппозицию, которая находится внутри страны, правда, внутри страны оппозиции очень мало, но сплотить вообще весь народ в борьбе с исламским режимом. Понятно, что он ярый антиисламист, потому что, собственно говоря, на волне исламской революции закончил династию Пехлеви, и поэтому он уверенно говорит, что он говорит от имени... дает ему это право. Да, у нас немного была нарушена связь, там одного слова вашего последнего не было слышно, но мы сейчас это исправим следующим вопросом, который я бы хотела разделить на две части. В первую очередь, зачем понадобилось наследнику иранского шаха приезжать в Израиль, но даже это не настолько интересно, насколько зачем понадобилось Израилю обнародовать эти связи. Логично предположить, что контакты с лидерами иранской оппозиции у разных ведомств. Израильских существовали, наверное, всегда, начиная с 79-го года, с самой революции, но зачем понадобилось именно сейчас, когда и без того иранский вопрос муссируется более чем активно, вот это вот публичное представление дружбы с иранской оппозицией. Для чего? Наверное, если бы это была поездка, которая была исключительно бы в Израиль, наверное, можно было бы так ставить вопрос, но дело в том, что приезд в Израиль – это часть его большого турне по Европе, в ходе которого он прилетел и в Израиль. Поэтому, если, скажем, они в Европе считают возможным об этом говорить, то почему бы об этом не сказать в Израиле? Если бы он приехал один, наверное, такого не было. Ну, потому что Европу иран пока еще не грозится уничтожить, а Израиль грозится ирегулярно. Но отношения тоже. Дело в том, что Европа в течение вот этих 44 лет исламского режима неоднократно рвала отношения с Ираном, и она действительно себя очень конфронтационно позиционировала по отношению к Ирану. И поэтому, собственно говоря, считается, что там, кроме того, там много очень оппозиции живет, действуют политические партии, особенно в Англии и Франции. Поэтому, собственно говоря, наверное, посчитали возможным, чтобы он поехал туда. Кроме того, заранее объявлено, что он встречается там с первыми лицами. Поэтому то, что он приехал сюда, и, в общем-то, у него встреча есть в плане встречи с Натальяго, и опекает его министр разведки. Да, разведка. Они называют это министр информации. Ну, в общем, это много не меняет. Поэтому это говорит о весе, о весе визита. Кроме того, в оппозиции знают об отношении Израиля, собственно говоря, к оппозиционным движениям, потому что Израиль – это страна, которая находится наиболее в жестких отношениях с Ираном, страна, которую Иран позиционирует как своего врага, причем врага неприходящего и врага, который должен быть уничтожен. Несколько дней назад в Иране отмечали День Иерусалима, и там сказали, что те лозунги, которые мы выдвигаем, они вечны, но мы считаем, что они не вечны, поскольку скоро Израиль падет. Дело в том, что несколько лет назад иранский религиозный лидер Айтула Хомны сказал, что Ирану осталось 25, Израилю, простите, осталось всего 25 лет. В этот раз он сделал поправку, сказал, что ни до каких 25 лет Израиль не доживет. Он 8 лет уже из отпущенных, мною срока, уже, так сказать, прожил. Ему осталось совсем-совсем немного. И, действительно, ситуация стоит достаточно жестко в Иране. Ситуация, скажем, падения исламского режима, они говорят, давно, но там нет руководства оппозиции, нет какого-то ядра, которое бы сплотило все это. И, собственно говоря, думают, что как раз наследник Иранского престола будет вот тем человеком, который сплотит в себя оппозицию как внешнюю, так и внутреннюю. Но на внутреннюю меньше ресурсов, но на внешнюю довольно много, и он активно этим занимает. Состояние это сделать? У него хватит политического веса действительно сплотить ее, если дойдет до тела? Да, дело в том, что вся иранская оппозиция, находящаяся за рубежом, она недавно провозгласила, что мы считаем, что будущий наследник престола это как бы фраза, которая не всегда может воплотиться, но в любом случае это политическое заявление, что он как раз является человеком, который пользуется уважением и может стать во главе как раз антиисламского движения. Владимир Мисамет, востоковеда Еврейского университета в Иерусалиме, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Мошенничество с очередями в МВД. Около недели назад стало известно об афере с продажей очередей в МВД. Напомним, 12 канал израильского телевидения сообщил о том, что был обнаружен телеграм-канал, на котором продавались очереди в МВД. За мошенничеством стоит, согласно сообщениям, группа русскоязычных хакеров, которым удалось заставить систему выдать им около 5000 очередей, каждую из которых они продавали за сотни долларов. В нашей студии сегодня генеральный директор организации «Наши люди», которая помогает новым репатриантам в решении бытовых вопросов, Лея Аарони. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Лея, давайте начнем с того, что на самом деле там произошло. Потому что я обратила внимание на то, что сообщение израильского канала было довольно сумбурным, много информации извлечь оттуда не удалось, в том числе технические подробности, как это вообще было возможно. И что известно вам? Кто стоит за этим мошенничеством? Как давно это существует? Какие планы вообще у нашей полиции, например, на случившееся? Ну, во-первых, для всех, кто занимается русской альей, это вообще не новости. Мы все знаем, что это существует уже долгие-долгие месяцы. И эта система, в принципе, не так трудно ее доставить вам в очереди. То есть эти боты существуют давно, и это небольшая проблема. И, в принципе, не так трудно даже сделать. А разве не нужно дать свой номер Тиудат-Зиута и свой номер телефона для того, чтобы назначить очередь? Ну, вот я из своего опыта просто... Нужно, но я думаю, что и в этом проблема. Мы смотрим на пластырь, понимаете? То, что есть мошенники, которые нашли метод заработать деньги на черном рынке, это не новость. Проблема в том, что Месадапним сейчас идет такая анархия, что очереди в государственные учреждения могут стать товаром. В этом проблема, но Месадапним, как всегда, относится к нам граждан как к мошенникам. Секунду. Вы уже переходите непосредственно к самой, к ядру проблемы. Я бы хотела чуть-чуть на шаг назад отступить. Когда это началось и что стало причиной вот этого кошмара, который стал происходить в МВД в последние, я бы сказала, годы уже? Годы, правильно. Сначала короны в МВД идет полная анархия, правая рука не знает, что левая рука делает, там постоянно изменяются законы, и они просто не успевают даже за своими собственными законами следить и их исполнять. И очень долгие очереди, очень длинные очереди. То есть это было вызвано изначально распоряжениями о перемещениях во время короны? Во-первых. А во-вторых, сегодня все знают, все, кто опять же пытается сделать себе очередь в МВД, что они в 7-8 часов утра каждый день выкидывают очереди, без того, чтобы нормально распорядить очереди на 3 месяца вперед. И чтобы каждый человек может записаться, они не выпускают эти очереди в систему, они просто выкидывают их, когда им подходит. И поэтому очередей нет. Сегодня, если вы хотите записаться, чтобы получить паспорт, вы можете сделать себе очередь на октябрь где-нибудь в севере, где-нибудь там, не знаю, в Цфате, может быть. Потому что очередей нет в системе. И поэтому, конечно, люди хотят решить эту проблему. И нашлись люди, которые начали на этом заработать. Хорошо. Давайте посмотрим на данные, как бы на исторические данные. В конце 80-х, в начале 90-х годов в Израиль за несколько лет приехало около миллиона человек. Всем им нужно было посещать МВД. Менять паспорта, получать туда дзю, кто не получил в аэропорту и так далее. В общем, был очень большой наплыв. Но такого не происходило. С тех пор, по идее, должно было улучшиться техническое обеспечение МВД. Что произошло? Роботехническое обеспечение МВД улучшилось. Но отдел кандеров МВД стал намного хуже, намного менее, намного более халатный, намного более черствый. И сегодня им наплевать на людей. Мы работаем с сотнями людей, новыми мигрантами из всего мира, не только из России. И когда мы приходим в МВД, отношение хамское, черствое. Они не понимают, что происходит война, и они не хотят понимать этого. Нет такого наплыва. Если вы идете в МВД, я была там несколько недель назад, не чувствуют там ажиотажа. Там есть давно, давно, намного достаточно места. Но отношение черствое, халатное. И они не умеют, и не знают, и не хотят работать с людьми как надо. Но это уже результат. А меня интересует причина. Что стало причиной того? Ведь есть еще разные ведомства, есть еще госслужбы, которые, как бы, может быть, они далеко не идеальны в нашей стране. Это все мы знаем. Но до такого ужаса, как бы, никто еще не доходил, чтобы было вообще невозможно назначить очередь. Ну, правда, к этому семимильными шагами приближается, например, медицинская система здравоохранения. Но, хорошо, мы еще не там. Что происходит? Почему в МВД менялись министры за это время? Это не был один и тот же человек. Наверняка менялся какой-то верховный состав чиновников. Появилась это Лешката Ухлусин, как это, так сказать, бюро... Записи населения. Бюро регистрации, да, населения. То есть как будто все, и туда вкладываются огромные бюджеты. Что мешает нормально решить эту проблему? Потому что мы видим, опять же, чиновники не хотят эту проблему решить, не хотят, не могут, они боятся. Не всегда есть законы. Иногда они сами придумывают законы, регуляции. Например, закон о возвращении. Его нет. Есть какие-то точки, но нет регуляции, нет как бы второстепенного законодательства. Потому что они сами придумывают эти регуляции, и потом они по им как-то идут. Они не умеют принимать решения. И мы видим, что чиновники просто не могут, они хотят. Даже иногда, когда мы видим случай, когда он дошел до министра, министр не может это решить, потому что чиновники ей не дают. У нас такие случаи были при Айля-Чеке, например. Хорошо. Сейчас очень много шума вокруг этой истории. В основном благодаря тому, что и иврит, и язычное население тоже узнал о том, что существуют русскоязычные хакеры, а не только мы из русскоязычной прессы. Возможно, будет оказано какое-то давление благодаря общественному мнению. Насколько быстро, если будет желание, при желании можно изменить эту ситуацию, можно ее улучшить, по вашему мнению? Там нужно просто все перевернуть, всю бюрократию поставить людей, которые хотят давать сервисы, хотят давать услуги народу. Понимают, что они должны давать услуги, они должны давать нормальные услуги. И с улыбкой, а не так, как они сегодня относятся к народу. Сегодня отношение Министерства внутренних дел к народу. Вы все мошенники, вы все воры, вы все лжете. Докажи мне, что ты не лжешь, и я тебе дам твои документы. И мы это видим постоянно. Ну, вы понимаете, это эмоции, а какие вопросы можно решать правовым путем, путем каких-то санкций против сотрудников, которые не так себя ведут, как того требуют стандарты. Существуют способы борьбы с такими людьми? Для этого верховные чиновники должны решить, что они хотят решить этот вопрос. Они до сих пор не решили того, что они хотят решить этот вопрос. Мы с ними встречались по каким-то вопросам, предлагали им решение по каким-то вопросам. Их это не интересовало. Леа Ароний, председатель организации «Наши люди». Спасибо вам большое. Нам, видимо, остается только надеяться, что ситуация как-то улучшится и разрешится. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. На этой неделе стали известны некоторые детали законопроекта, который разработала коалиция. Фактически, это обновленный вариант закона о всеобщем призыве. Согласно некоторым его подробностям, которые попали в СМИ, речь идет о некоем пакете. В него войдет, с одной стороны, снижение возраста воинской обязанности для Харидим до 23 или до 21 года, а с другой, условия службы для боевых частей будут существенно улучшены. И ежемесячная оплата составит около 6 тысяч шекелей, может быть, даже и 6 тысяч шекелей. В оппозиции этот законопроект уже раскритиковали. Бенни Ганс и Гадди Азинкот назвали его «сломом принципа народной армии». У нас в студии Катя Купчик, председатель либеральной организации «Свободный Израиль», которая также резко осудила этот законопроект. Катя, добрый день. Здравствуйте. Поскольку у нас сегодня между защитниками и противниками этого законопроекта вы исполняете роль противника, то я возьму на себя роль защитника, чтобы было честно. Я согласна. И поэтому адвокаты, скажем, дьявола, так назовем эту ситуацию. И поэтому я спрошу вас, что, собственно, вас не устраивает в этом законе? Много лет говорилось о том, что Харидим должны работать, вот, пожалуйста, они работают. Много лет говорилось о том, что они должны призываться, вот, пожалуйста, они призываются. О повышении заработной платы боевым военнослужащим также говорилось. Вот, пожалуйста, им повышают. Что вам нужно? Ну, мне кажется, главный принцип этой сделки, который представляет, надо сказать, что, как это, мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть, если хотят улучшить, так сказать, условия солдат, резервистов, и то, кто служит в боевых частях, пожалуйста, это нужно сделать. Если мы хотим, чтобы Харидим, так сказать, больше участвовали в рынке труда, отлично, это замечательно, это нужно сделать. Нет никакой связи между двумя этими вещами. То, что нам пытаются, ну, так сказать, коалиции, это продавить этот закон, некую сделку о том, что давайте, так впечатление, что можно вообще купить жизни людей, то, что люди идут в армии и, так сказать, свою жизнь ставят под опасность, с тем, что им добавят еще несколько, там, не знаю, сот шекелей, и, значит, те, кто служит, продолжат служить. А, в общем-то, Харидим получат полное освобождение от армии. И раньше нам еще говорили, что они это делают, потому что не Тору изучают. Значит, им давали отсрочку до 26 лет, пока ты сидишь в Ешиве, учишь Тору, и, в общем-то, своими молитвами, изучением Торы, в общем-то, тоже как бы, ну, так сказать, да, это государство, так сказать, поддерживаешь. То теперь нам говорят, и этого нету, да? То есть эти люди вполне себя могут не учить Тору. И все, что нам говорят, что пока одни будут лежать в грязи, например, мои дети, да, или, например, твои будут лежать в грязи и выполнять свой долг не потому, что они это выбрали, не потому, что это, так сказать, экономически выгодно, только потому, что так принято в этом государстве. Другие будут выходить в очень раннем возрасте, ведь законопроект действительно предлагает понизить, да, в розыск, когда уже тебя не призывают, да, то другие просто будут выходить на рынок труда. Тогда давайте предложим всем такой выбор. Но если мы уже не говорим действительно о армии всенародной, ну, давайте всем, давайте тоже ребята, которые светские, пойдут зарабатывать деньги, неважно, чем они будут заниматься, да, то есть так же, как и Харидим. Логика этих доводов, естественно, понятна, но есть и картина в целом. На протяжении всех лет существования государства Израиль, по-моему, с 50 какого-то года существует проблема не службы Харидим. И не только Харидим. И не только Харидим, но некоторых групп населения, которые как бы не служат в армии. Сейчас мы говорим о Харидим. Значит, наконец-то, худо-бедно, пусть не идеально, но эту проблему хотят разрешить. Да, это происходит в ущерб некоторым ценностям, скажем так. Возможно, вы их назовете либеральными, да, в этом лагере, который ты представляешь, их называют либеральными ценностями, да. Но де-факто эта проблема готовится быть разрешенной. Неужели либеральные ценности важнее того, что на самом деле проблема будет разрешена, которая существует много десятков лет, и, возможно, есть некий шанс привлечь Харидим и к службе в армии, и к интеграции на рынок труда, что вообще, на мой личный взгляд, является большей проблемой, чем их служба в армии, потому что все время, пока Харидим не служит в армии, мы за них платим. Мы за них будем платить в любом случае. Надо сказать, что вся история про интеграцию и рынок труда, не учитывая то, что, выходя из ЕШИВ, они не получают никаких инструментов для этого. То есть по-прежнему в школах нету, так сказать, основных предметов, то, что на ювелите называется лимудей-либа. Поэтому это программа, которую они представляют без либа. Теперь надо сказать, что... Либа — это математика английский, в первую очередь. Да, да, да. То есть они, в общем-то, они просто смогут не изучать Тору, выйти раньше на рынок труда, и, опять же, непонятно, как выйти на рынок труда, опять же, потому что нету там английского, математика, основных предметов. Это раз. Второе, на мой взгляд, все очень просто. Все должны служить. Не обязательно в боевых войсках, не обязательно в смешанных частях. Я понимаю, что у Харидима есть какие-то культурные... Есть еще альтернативные службы. Да, есть альтернативные службы, какие-то свои особенности. Но дружить должны все. И Харидим, и арабы, и светские, и религиозные должны служить все. Это первое. Потом каждый действительно может для себя выбрать, да. То же, как... У нас же есть история с отудаим, да, те, кто вначале идут учиться, а потом делают службу армии. Нет никакой проблемы. Можно вначале пойти в Ешиву, изучать Тору, и потом еще три года работать в госпитале, в альтернативной службе или где. Мне кажется, рук не хватает везде. Поэтому, на мой взгляд, это... Вот в МВД, например, как мы... Например, да. То есть это сделка, это спин, это политический спин, который, знаете, это нам, типа, вот знаете, это компромисс. Никакой это не компромисс. Светский продолжит служить, Светский продолжит платить за то, что повышают, так сказать, пособие за солдат. Светский продолжит, так сказать, нести на себя вот эту койку, да, ну, так сказать, вот не только военные, да, но экономическая нагрузка останется на то же самое население. Куда это все движется, не знаю. Мне кажется, это ужасно, так сказать, бьет по солидарности. И понятно, что протест, который мы видим сейчас, мы видели, что сегодня утром оппозиция попросила включить законопризывы в переговоры, связанные с реформой. Мне кажется, эта тема будет очень-очень-очень горячей. Вот в ближайшее время буквально. В общем, у вас будет много дел в ближайшее время. Много работы. У тебя лично Катя Купчик, представитель движения «Свободный Израиль». Спасибо большое за то, что к нам сегодня пришла. Ну а на этом наша программа подошла к концу. За последними событиями следите на страницах канала Кнесет в социальных сетях. На следующий эфир смотрите ровно через неделю. Всего самого лучшего и приятных выходных.